добрый день дорогие друзья винограды я гайдай андрей рад вас приветствовать на территории нашего питомника привитых саженца винограда виноград одесса недавно прошла выставка золотая грона украины 2021 и честно сказать я там заметил одну очень важную тенденцию все гибридные формы на многих стендах отличались друг от друга где-то по окрасу где-то по размерам грозди где-то по вкусовым характеристикам в противовес этому моему замечанию я заметил что импортные интродуцированные сорта особенно новинки последних лет на многих стендах показали себя практически одинаково я хочу сказать о таких сортах как аватар ламбоджини или арарат вот сейчас я подошел к нашему арарату который был на стенде и хочу вам его на каждом побеге раз два три четыре пять и два маленьких у нас завязались в принципе на второй год вегетации грозе среднего размера до 400 300 грамм ягоды все одинаковые это стопроцентный кишмыш очень интересная консистенция сейчас сахара уже 24 и когда сахар переваливает за 21 брикс или процента ягоды начинают как на ноги белоокрашенных сортах вот здесь вот темнее поэтому он уже при 16 17 сахара при технической спелости уже готов к употреблению мы экспериментируем мы смотрим до конца что у нас будет с ягодами до конца сезона практически до листопада и на сегодняшний день он хорошо себя показывает очень упругая буквально твердая ягода по сравнению с многими гибридными мелкосемянными формами ну такими как не знал орус или там например кишмыш ясе или другие кишмыш и гибридной формы там уже ягода спустя две-три недели после набора сахара начала увядать здесь же все очень тверденько и вкусненько здесь у нас тоже хорошая грозь спряталась мы очень положительно оцениваем этот сорт еще раз напоминаю это арарат очень распространен особенно в южном полушарии на промышленных виноградниках особенно в индии отличается тем что ягоды все одинаковые видите с такой вытянутой конуса утолщением вниз ягоды и очень очень классная на вкус и на съедаемость шкурка хрустящая мякоть практически во все во все фазы употребления буквально на следующий день мы взяли наши кишмыши и они участвовали в выставке конкурса столового винограда виноградный кальдоскоп и именно сорт арарат получил диплом в номинации лучшая бессеменная форма винограда поэтому даже наши ученые коллеги виноградари оценили этот сорт очень высокой отметкой поэтому обратите на нее внимание смотрите подтверждение этих слов любую ягоду снимаю и разрезаем две части видите она вот хрустящая сока не очень много вот я вот придавливаю и сок еле-еле выделяется не течет все очень хорошо хорошо крепится смотрите хорошо крепится вот здесь гриби ножки очень тяжело оторвать еще одну ягоду разрезаюсь даже рудимент практически незаметен стопроцентный бессимяник друзья советую эту форму на ваших участках приобретайте в обязательном порядке вы очень будете уделены вкусом конечно же это не кишмыш рататуй но баланс сахара и кислоты и восприятие ягоды когда вы ее употребляете очень уникальное пока мы не выключаем камеру давайте перейдем к следующему кусту друзья еще одна новинка но для тех кто смотрит наш канал это конечно же не новинка но я обратил внимание что у многих на стендах запорожье грозди были очень похожие такие как у нас на вертикальной шпалере хочу сказать что у нас есть экспериментальный ряд всех новинок с вертикальной шпалерой там у нас был арарат здесь у нас ламборджини дальше у нас рататуй и два темных кишмаша это кишмеш холлоу и кишмеш аватар мы их испытываем как на вертикальной шпалере в этом ряду так и на горизонтальной шпалере слева от меня видите и я могу сделать заключение что белые кишмеш и в принципе себя гораздо лучше ведут чем темные кишмеш и из этой серии новинок так вот кишмеш у нас ламборджини тоже уже висел те кто был у нас на стенде знаю что он имеет прекрасно гармоничный вкус сахарокислотности смотрите какой он красивый вытянутые ягодки с таким кончиком без подкручивания почему без подкручивания все-таки мы не используем стимуляторы на этих рядах мы хотим посмотреть как она будет живой давайте камеру протянем дальше и возьмем и при вас я тоже сделал рассечение ягоды мелкий рудимент практически не заметны наверно камере немножко заметны глазу возьму другую ягодку тоже мелкий рудимент если в арарате этот рудимент составлял 0,0 здесь ну совсем мелкая такая я понимаю что это на вкус съедаемый рудимент советую тоже ламборджини на своих участках я уверен что на вторую вегетацию это у нас первое плодоношение в том году была прививочка вот в этом месте он разросся вот получили мы рукава мощные и на второй год мы получили 1 2 3 4 5 6 камеру налево 7 8 9 10 12 грозди и плюс мы еще запорожье плюс запорожье еще плюс мы в запорожье отвезли три грозди 15 грозочек по 300 400 грамм 15 грозочек на вторую вегетацию в принципе это классно конечно же не рататуй который на третью вегетацию у нас уже показал я сейчас покажу что он показал поэтому следующий год будет для нас так скажем решающими зачетным будут ли крупные грозди у ламборджини я все-таки думаю что они будут а чтобы это увидеть оставайтесь с нами и продолжайте следить за историей нашего канала идем на рататуй продолжаем наш маленький видео обзор дошли мы до кишмыша рататуй все на выставке золотая гроздь были поражены его вкусом и это правильно на выставке которые были представлены более 500 гибридных форм и сотов винограда не было ни одной формы и сорта вкуснее кишмыш рататуй напишите комментариях под этим видео какой кишмыш из представленных нами вам понравился и почему если же вы не пробовали эти уникальные кишмыши тогда напишите любой комментарий под этим видео и как всегда ваш комментарий будет участвовать в очередном нашем розыгрыше поэтому пишите не стесняйтесь ждем с нетерпением а сейчас давайте проведем наш розыгрыш которую мы обещали еще позапрошлом видео и давайте узнаем кто победитель обязательно человек должен быть подписан для этого у нас здесь отмечено что есть подписка и так поздравляем творцова который выбирает клубничный как хороший вариант для арки скажу что это у нас третья вегетация первую вегетацию у нас грозочка была маленькая все говорили что это никакой не кишмыш рататуй а что-нибудь похожее и не соответствовало тому что мы рассказывали это у нас третья вегетация вторая нормальная урожайность вот у нас такая гроздь сейчас мы и взвесим но я вижу что уже здесь по два килограмма такая же гроздь на соседнем побеге мы ничего не убирали ничего смотрите все ягодки несмотря на то что здесь у нас довольно переуплотнено но на третью вегетацию уже можно гроздь двигать если в том году груз просто было как качан и те кто был на выставке помнят это то в этом году она уже в принципе довольно рыхловато и еще если на выставке мы показывали груз наверно половину объема и размеру этой потому почему потому что это немножко гроздь которая крупнее набрала сахара только в эти дни поэтому продолжаем дальше давайте весь куст тут у нас помощник если кому надо я могу его оформить новая почта мы вот так скотчем заклеим рот и он к вам доедет поэтому прошу любить и жаловать он нам помогает все у нас воробушки которые цепляются в сеточке он их очень так красиво убирает и помогает нам в плане уборки участка давайте пройдемся по кусту и вы увидите какая нагрузка мы ему дали разгуляться дали ему хорошую площадь питания есть конечно совсем небольшое количество более мелких ягод но в целом все очень красиво здесь одна хорошила гроздочка но смотрите она на каком было пасынке видите то есть если у вас вот такой маленький побег и мы его просто вовремя не убрали его нужно было убрать еще в тот момент когда мы проводили обломку мы этого не сделали получилось вот такое вот горошение там где были нормальные побеги чем толще побег тем крупнее гроздь какая его закономерность еще пройдем вдоль этого куста и вы увидите какая хорошая нагрузка вот здесь мы можем вот так прислоняясь к ягодам и гроздям пишем шар затое мы просто-напросто поражаемся этой ароматикой по ароматике он даже ароматней вам известного киша клубничного смотрите что у нас внутри ягоды разрезаю и ну пол миллиметра одна треть миллиметра маленький рудимент самой крупной ягоди берем еще одну ягодку ну вот можно сказать стопроцентный кишмэш поэтому в однозначном порядке по вкусовым качествам это не произойденный кишмэш на сегодняшний день вообще из всех кишмэшей которых мы знаем по вкусовым качествам ну что что подтвердить мои слова мы сейчас их срежем и взвесим и завтра мы их предоставим общественности на виноградной выставке виноградный калейдоскоп который проходит в институте таирова города одессы ну и стопроцентный кишмэш вам как говорится будет всегда по душе смотрите не выключаем камеру маленький анонс следующего видео я подхожу к участку где у нас как я говорил на нашем ряду вертикальной шпалеры растут все кишмэш и вот результат у нас на кишмэше аватар и так длинку мы с ним кишмэш аватар в нагрузке в одинаковые сроки посадок поэтому в одном и следующем видео мы расскажем тонкости урожайности кишмэша аватара как на горизонтальной шпалере так и на вертикальной шпалере остаемся с нами и продолжаем смотреть наш канал обязательно подписываемся и ставим лайки мы вам признательны и благодарны все будем на этом заканчивать до новых встреч всем крепкого здоровья и поздравляю вас с новым сезоном сезона виноделия мы также начинаем делать вино будут новые релизы то есть выпуски будут новые сорта обязательно следите за нашими анонсами и пробуйте новые уникальные крафтовые вина от инограты